Молодые врачи стали соседями. В Нижегородской области появился новый коттеджный микрорайон, где проживают медики. А в центральной районе больницы, где еще недавно некому было работать, теперь трудится большой профессиональный коллектив. И все благодаря программе по поддержке молодых специалистов. Алена Германова расскажет больше. Она уже и не помнит, каково это жить без машины. Каждый день из дома на окраине, в центр города, на работу и обратно. Новый отечественный автомобиль Елена получила бесплатно, когда два года назад согласилась из Петербурга переехать в небольшой город Лысково. О том, что северную столицу променяла на Нижегородскую глубинку, врач-терапевт не жалеет. Я в другом городе имела свою специфику работы, а здесь все что угодно, с чем угодно обращаются в приемное отделение. Все-таки тоже свой опыт, несомненно, есть и интересно. Здесь каждый второй врач моложе 35 лет. Трудно поверить, что в самой молодой больнице области еще недавно некому было работать. Когда в городе открыли травмоцентр, сосудистое отделение и акушерский корпус, не хватало сразу 50 врачей. Средний возраст больницы составлял у нас 52 года. Заявления об увольнении ложились на стол ввиду очень тяжелой и ответственной работы врача, буквально ежедневно. И мы, в общем-то, даже с трудом оказывали медицинскую помощь. Кадровую проблему решили лишь благодаря специальной областной программе. Выпускникам медицинских вузов страны в придачу к стабильной работе предложили новую машину, а главное свой дом по 65 квадратных метров на каждого. На улице молодежной и пустующих коттеджей давно нет. Здесь живет врач-стоматолог, там врач-терапевт, целый жилой микрорайон строили специально для молодых специалистов. Благоустроенный дом и приусадебный участок для каждого из врачей. Все это через 10 лет контракта можно оформить в собственность. Здесь, конечно, небольшой беспорядок, детская комната, сами понимаете. Они познакомились еще во время учебы в медицинской академии. Молодая семья с маленьким ребенком жила у родственников. Когда Кочневым предложили перебраться из Нижнего Новгорода в Лыского, долго не думали. Старшая дочка теперь ходит в местный детский сад, а маленький Ваня только недавно появился. Говорят, в таком большом доме хватит места и на третьего ребенка. Александру и Ирине выдали сразу 130 квадратных метров жилья. Вообще прям вау, свой дом большой, как бы еще мебели нет, все это такое огромное кажется. Очень здорово, мы были очень довольны, мы ждали, когда мы переедем. Они работают в больнице в разные смены, но оба в стоматологии. Местные жители еще помнят, когда вместо 10 зубных специалистов здесь работало лишь двое. Раньше было, очередь занимали где-то 5 часов, не было специалистов и ездили в Нижний. А сейчас, пожалуйста, у нас и в травматологии, и все. К нам, наоборот, приезжают из других районов. Резюме с просьбой взять на работу главный врач получает до сих пор. Еще 20 специалистов готовы жить и лечить в провинции. Алена Германова, Роман Серебренников, Константин Посылкин, Первый канал, Нижегородская область.